Итоги уходящего понедельника От искры рождается пламя. В Бобруйске на выходных произошло сразу два ЧП. Одной из вероятных причин такого возгорания могла стать незатушенная сигарета. Как не пополнить сводки спасателей? Шоу должно продолжаться. На главной сцене города выступила заслуженная артистка Беларуси. Мне безумно приятно, что по итогу публика была счастлива и была довольна. Так это или нет? Что исполнила Алена Ланская. А также кредитная отсрочка, электронный билет и аромат весны. В Беларусь идет долгожданное тепло. Стоит ли прятать зимние вещи? Обоюдный интерес. Президент предлагает Китаю наметить дополнительные пути сотрудничества с учетом ситуации в регионе и санкций. А в этом Александр Лукашенко заявил на встрече с чрезвычайным и полномочным послом КНР в Беларуси. Глава государства отметил, необходимо выстроить такую модель взаимодействия, которая была бы выгодна обеим странам. Это наша цель. Она всегда была такой, но сейчас некоторые вещи нуждаются в конкретизации. На эту тему я и хотел поговорить сегодня с вами и просил бы вас донести это до руководства Китайской Народной Республики, до председателя КНР, для того, чтобы они более полно были информированы о нашей позиции и наших действиях в это непростое время в центральноевропейском регионе. Президент подчеркнул, в развитии отношений с Китаем важнейший приоритет во внешней политике и экономике Беларуси. Курение может стать причиной пожара. В воскресенье в Горбацевичах горела котельная. Инцидент произошел около 14.30. К моменту прибытия спасателей все помещение охватил плотный дым. Хозяева находились на улице. Сотрудники МЧС ликвидировали пламя. Не дали огню распространиться на жилой дом. Повреждено некоторое имущество в котельной, обуглены стены и повреждено перекрытие. Пострадавших нет. Одной из вероятных причин такого возгорания могла стать незатушенная сигарета. Еще одно ЧП случилось в Бобруське ночью в понедельник. Стихия не на шутку разыгралась в доме по первому переездному переулку. Горела одна из квартир. Никто, как сообщается, не пострадал. Что стало причиной пожара, предстоит выяснить специалистам. Бесперебойные заявки, долгожданное тепло и юридическая помощь. Нотариусы в день Конституции проведут бесплатные консультации. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси вырос спрос на сахар. Однако все заявки выполняются бесперебойно. За два месяца 2022 на продажу поставлено более 25 тысяч тонн. Всего же в планах отгрузить 180 тысяч. В связи с этим власти приняли решение приостановить экспорт продукта за рубеж на полгода и сосредоточить ресурсы на внутреннем рынке. Беларусьбанк вводит дополнительные меры по поддержке клиента. В частности, отсрочку до шести месяцев по погашению кредитов. Для этого нужно прийти в отделение и написать заявление. Исключение займы предоставлены с господдержкой. Каждую заявку рассмотрят отдельно и при необходимости увеличат срок до 12 месяцев. Нотариусы проконсультируют беларусов бесплатно 15 марта. Оформление наследственных прав, составление завещаний, брачных договоров и отчуждение недвижимости. Участие в традиционной республиканской благотворительной акции, приуроченной к празднованию Дня Конституции, примут все конторы и бюро страны. БелЖД восстановила онлайн-продажу билетов. Покупка и возврат электронных документов доступны в полном объеме. Приобрести квитки можно на официальном сайте, а также через мобильное приложение «БЧ Мой поезд». По всем вопросам можно обращаться по телефону 105. В Беларусь идет долгожданное тепло. В среду столбик термометра поднимется до плюс 13. Однако прятать теплые вещи пока рано. Обманчивая погода, по словам медиков, может грозить переохлаждением и простудой. Ночью все еще ожидаются морозы, местами до минус 7. ТАИМ освоил выпуск инновационной продукции. На создание деталей у специалистов ушло больше двух лет. Основной покупатель – Петербургский тракторный завод. Однако белорусские производители тоже заинтересованы новинкой. От первых набросков до рабочей модели. Эту уникальную муфту специалисты ТАИМа разрабатывали больше двух лет. Инновационный продукт, которому нет аналогов ни в Беларуси, ни в странах СНГ – настоящая гордость предприятия. Главные отличия от зарубежных конкурентов – больше срок службы и стабильность при эксплуатации. Муфта предназначена для передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии, в частности, к коробке передач. То есть муфта крепится на маховике и далее через карданную передачу с коробкой передач. Применяется сельхозтехника. Основной покупатель муфты – Петербургский тракторный завод. Своей разработкой ТАИМ обеспечивает предприятие на 100%. Только на новинке экспорт вырос на 10%. Есть интерес к ней и у белорусских производителей. Опытный образец уже отправлен на Гомсельмаш. Создание подобных технологий – заслуга как первоклассных специалистов, так и современной техники. Новейшее оборудование предприятия – токарно-фрейзерный обрабатывающий центр. Техника справляется с деталями до тонны. Она полностью автоматическая. Оператору нужно лишь задать программу. ТАИМ – крупнейший в СНГ производитель тормозных аппаратов и механизмов для грузовых автомобилей. Автобусов, сельскохозяйственной и прицепной техники. Выпускают здесь не меньше 600 видов деталей и агрегатов. Только колесных гаек в год – около миллиона. Поставляют их на БелАЗ, МТЗ, Бобруйско-Громаш, Гомсельмаш и МКОРТ. С прошлого года, кроме традиционной комплектации, мы освоили и поставляем системы микроклимата для автобусной техники. МАЗ. У нас есть еще поставки на такие предприятия Российской Федерации, как Тонар, Тервейр, Строймаш. Производитель ежегодно расширяет линейку продукции. И это в условиях жесткой конкуренции. Последние годы здесь уделяют особое внимание тракторостроению. Улучшается качество изделий и учитываются растущие требования потребителей. Предприятие, как и каждый выпускаемый им механизм, работает слаженно и продуктивно. ТАИМ в списке промышленных лидеров по итогам социально-экономического развития Бобруйска за 2021. Конституция в действии. В администрации Первомайского района прошел экспресс-тур. Эконом-бобруйчанам, которые впервые приняли участие в референдуме, представилась уникальная возможность познакомиться с условиями, особенностями и направлениями работы исполнительной власти, обсудить изменения в основной закон страны и высказать свое мнение. Рабочие места, работу изнутри. И чтобы когда они уже шли во взрослую жизнь, на работу, они уже знали, куда им обратиться по любому вопросу, а может быть в дальнейшем на перспективу и подумать, прийти на госслужбу. На референдуме белорусы сделали осознанный выбор в пользу сохранения традиций своего народа. Молодому поколению, которое сегодня вступает во взрослую жизнь, предстоит в будущем направить свой потенциал на развитие государства. Символично обновленный документ вступит в силу 15 марта, в День Конституции. Встречаем весну вместе. Бобруйск с гастрольным туром посетила заслуженная артистка Беларуси. На главной сцене города Алена Ланская выступила с новым шоу. Живой звук, оригинальная сценография и хореографический антураж. О восторженных зрителях Ольга Васенда. В фойе Дворца искусств собирается публика. На концерт Алены Ланской распроданы практически все билеты, как в портер, так и на балкон. В этот раз заслуженная артистка – сама музыкальный продюсер и режиссер шоу. На сцену выходят под громкие аплодисменты. Певица выступает под аккомпанемент в сопровождении балета. Оригинальная сценография, хореографический антураж и меняющиеся образы артистки. Композиции здесь звучат на русском, белорусском и английском языках. Плюс хиты и премьеры. Она пела от души, мы хлопали, не жалели сил и очень приятно было. Получили массу удовольствия. Спасибо ей большое. Прекрасный концерт, великолепный звук, свет. Балет, вообще шикарно все. Поэтому я очень рад, что пришел на этот концерт. Очень понравилось, зажигательно, весело. Ждем еще в гости. Васильковое небо звезда белорусской эстрады исполняет акапойла. В программе также «Тишиня», «Куточек Беларуси» и «Папарацкветка». Прямо со сцены Алена Ланская делится со зрителями своими откровениями и воспоминаниями из детства. Мне безумно приятно, что по итогу публика была счастлива и была довольна. Так это или нет? Поэтому мы же вообще творческие люди, очень ранимые. И, конечно, мы всегда стараемся сделать так, чтобы наше творчество нравилось людям. Уже после поклонники не оставляют артистку без внимания. За автографом и селфи на память выстраиваются целые очереди. Ну а гастрольный тур Алены Ланской тем временем продолжается. Следующий концерт пройдет 16 марта в Могилеве. Ольга Васенда, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!